На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Родила, нет сил на духовную жизнь, что делать? Отвечаем, насколько это возможно. Женщина спасает с чудо Роди, говорит Писание, и предполагается, что твой труд принимается Господом Богом как элемент, в том числе, духовного возрастания, духовной жизни. Естественно, предполагается, что ты в некотором терпении, благодушии, не в раздражении. Ты кормишь, воспитываешь этого ребенка, отдаешь ему свои силы, свой сон, свою любовь и просишь у Господа помощи, славишь его, читаешь какие возможные короткие молитвы. Ведь это так просто на самом деле. Начал какое-то дело делать, благослови Господи, сделал, слава Тебя Господи. Проснулась с утра, глаза продерла и с трудом, два часа ночью спала, может и меньше. Господи, благослови грядущий день. Всё, трудишься, возишься, кормишь, лечишь, опять кормишь, опять лечишь, 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 снова не спишь, опять встаёшь, кормишь. Мы же знаем, в общем-то, какой-то непростой труд первых нескольких месяцев, может быть, и полугода, у кого-то ещё дольше, когда уже от бессонницы тебе уже, чё ли там, не галлюцинации какие-нибудь мерещатся. Какие тут уже тяжёлые посты, какие там богослужения. То есть просто держи Господа Бога в уме. Господи, помоги, сил моих нет. Господи, слава Тебе. Вот ребёнок спит наконец-то ночью, ест нормально, колики в животе не мучают. Слава Тебе, Господи. Всё. Читай в течение дня Иисусову молитву. Господи, Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Кормишь, читай псалом, который помнишь наизусть. 50-е, 90-е, символ веры, Отче наш, Богородица Тебе, радуйся. Что помнишь, то и читай. Нет сил ум напрягать. Включи по колоночке, по телевизору, на ютюбе, по наушничках. То же самое псалтирь, Евангелие. Или аудиокнига какую-нибудь. Те же утренние или вечерние молитвы, в конце концов. Ведь не запрещено лёжа, кормя ребёнка, читать Священное Писание или слушать какие-нибудь молитвенные тексты. Слушай, слушай Евангелие, которое начитывает. Огромное количество разных священников, мирян, батюшек. Зайдите на сайт, посмотрите. Кто-то быстрее читает, кто-то медленнее. Есть на нашем портале. Можно жить даже насыщенной духовной жизнью, не имея возможности книгу в руки взять. Сейчас всё возможно. Может быть, даже вы смотрите это видео, укачивая своего ребёнка. Как знать. Опять же, как причащаться? Первое время, наверное, не получится. Когда-то несколько месяцев должна вся быть в ребёнке, наверное, какое-то время придётся быть без причастия. Может быть, это два или три месяца. Может, даже дольше. Но не затягивайте. Уж после сорока дней причащаться точно уже можно после рождения ребёнка. И поговорите со священником. Батюшка, вот я с ребёнком. Оставить некого. На вечерней службе быть не могу. Поститься, как кормящий, я не пощусь. На сайте изыгет сказали, что можно не поститься. И таки да. Всю службу отстоять не могу, потому что ребёнок махенький. Могу я прийти к отче наш, причастить ребёнка, причаститься сама и сразу уйти. Батюшка, скорее всего, скажет, что да. Ты хотя бы только последовательника причащению. Послушай в наушничках. Да и хватит с тебя. Хоть что-нибудь, насколько сможешь. Конечно, ситуации бывают разные. И батюшки бывают разные. И вы, быть может быть, слишком себя жалеете. Можно чуть-чуть поднатужиться. И исполнить чуть-чуть больше молитвенного правила. Чуть-чуть дольше побыть на литургии. Поговорите с духовником. Поговорите со священником на приходе. Пусть он конкретно вам даст то благословение, которое необходимо вам и снисходительно по отношению к вам. В меру строго, в меру снисходительно. Всё это решает священник на приходе. Так что духовную жизнь, на самом деле, никто не отменял. Просто не надо возлагать на себя бремена неудобоносимые и чувство вины, что вот раньше я вот жила, читала вот столько, 40 акафистов, 20 кафизм, 3 Евангелия в день. А теперь вот не могу, всё беда, беда. Теперь у тебя послушание от Господа Бога, возрастить этого младенца. Исполняй это послушание, и этим спасёшься. По мере сил читай, по мере сил слушай. Как получится, исповедуешься. Как получится, причастишься. А потом уже, когда детки подрастут, уже будешь и дольше на службах стоять, и больше читать, и какие-то уже поклоны делать, и поститься, в конце концов. Но пока будьте снисходительны к себе самой. И самое главное, не закапывайтесь в чувстве вины, которое не должно быть в вашей жизни. Всё хорошо. Господь любит вас и принимает вас такую, какая вы есть. Будьте Богом хранимы, детьми любимы. Пусть любовь пребывает в ваших семьях отныне и до века. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...